Всем добрый день. Меня видно, меня слышно. Все нормально? Да, видно и слышно. Прекрасно. Подскажите, пожалуйста, в каком городе вы сейчас находитесь? Ну, у меня сложная ситуация, потому что я работаю во Владивостоке, в Дальневосточном федеральном университете, но сейчас нахожусь в своем родном городе в Иркутске, вот, что от Москвы тоже, конечно, далеко. Прекрасно. Ну что же, Александр Юрьевич, я передаю вам слово. Спасибо. Расскажите о вашей теме. Хорошего вам выступления. Спасибо большое. Ну, как сказали, я действительно заведующий лабораторией моделирования социально-экономических процессов Дальневосточного федерального университета. И я расскажу сегодня про пробки, ну, про те самые пробки, в которых стоят все автомобилисты, наверное, во всех городах. Неважно, это Москва, Иркутск или Владивосток. Ну, и, наверное, эта тема, ну, по крайней мере, в обычной ситуации, одна из самых животрепещущих тем, с которой, собственно, сталкиваются люди в своей жизни. Причем проблема эта, ну, очень сложно решаема. Ну, скажем, в Москве, честно, можно сказать, что каждый год вводится больше 100 километров новых дорог, расширяются существующие магистрали, строятся какие-то новые развязки, но пробки остаются неискорененными. И эта проблема не только России, потому что можно упомянуть и разошедшиеся по интернету фото пробки в Китае на 50-полосном расширении трассы. То есть даже 50 полос иногда не спасают от того, что все встает. Проблема здесь, на самом деле, не только в расширении этих трасс, а в некоторых стимулах. Вот есть такая шуточная сентенция «чем больше сыра, тем больше дырок», это первое утверждение. Второе утверждение «чем больше дырок, тем, конечно же, меньше сыра». И из первого и второго утверждения следует, что чем больше сыра, тем меньше сыра. Сделаем аналогию с пробками. Чем меньше пробок, тем больше машин. Если государство успешно борется с пробками и пробки перестают существовать, по крайней мере, на некоторое время в данном городе, то что делают люди? Люди покупают себе авто и начинают на нем ездить чаще. Потому что теперь можно быстро добраться, комфортно. Зачем пользоваться метро, когда я на своем автомобиле доберусь до нужной точки, быстро и комфортно. С другой стороны, чем больше машин, тем больше пробок. То есть те машины, которые встраиваются в поток, они, собственно, усугубляют сожжившуюся ситуацию. И чем меньше пробок, тем успешнее с пробками борются, тем, соответственно, пробок через некоторое время снова станет больше. И конца и края этому не видно. Соответственно, что можно сделать? Ну, можно пытаться как-то изменить силу. Есть некоторые очень простые способы, которые появляются, в общем-то, у многих в головах сразу же. Ну, например, сделать бесплатный общественный транспорт. Во многих странах такое стоит. И если транспорт еще и хороший, то, наверное, часть людей пересаживается с личного авто на этот самый общественный транспорт. Во-вторых, вполне разумная мера, которая была сделана в Москве для общественного транспорта – сделать выделенную полосу. И когда весь поток стоит в пробке, автобусы по правой полосе спокойно объезжают этот самый стоящий в пробке поток. Ну, а можно пытаться каким-то образом перенаправлять транспортные потоки. Но сразу оговоримся, что это очень нетривиальная задача. И с этим мы еще столкнемся в рамках сегодняшнего такого короткого выступления. Мы разберем несколько довольно занятных парадоксов. И первым из них будет парадокс Найта Даунса. Расширение дорог иногда не помогает даже при фиксированном количестве транспорта. То есть новые люди не следятся на авто, а пробок становится не меньше, несмотря на то, что дороги расширяются. Вот простая дорожная схема. Некоторое количество людей, скажем, 3000 человек в час пик, должны добраться из пункта А в пункт Б и имеют возможность сделать это двумя способами. Есть объездная дорога, которая достаточно широкая, пробок там не бывает, и любой человек может добраться за 40 минут. 40 минут довольно много, потому что дорога объездная и длинная. Эти же два пункта соединяются короткой, но узкой трассой. Ну, нельзя построить сразу широкую дорогу, поэтому строят узкую. И, в общем-то, если машин там мало, то по этой короткой трассе можно добраться всего лишь за 10 минут. Но если машин становится много, то там появляются пробки. И, соответственно, добавочное время, связанное как раз с числом машин, составляет N деленное на 50. N число машин. Допустим, все люди решат поехать по короткой трассе. Хорошо это или плохо? На самом деле не очень хорошо, потому что, заметим, что 10 плюс 3 тысячи деленное на 50 будет 70 минут. И это больше, чем в варианте, когда люди ездят по объездной. Что люди начинают делать? Собственно, стимулы у них очень простые. Взять и отправиться на объездную. Но всем невыгодно так поступать, потому что, если, например, по короткой трассе будет ездить всего 500 автомобилей, то по короткой трассе можно добраться за 10 плюс 500 деленное на 50 всего за 20 минут. А это меньше, чем 40. И, соответственно, выгодно будет возвращаться обратно. Что будет в равновесии? Вообще, вот равновесие, наверное, одно из самых важных понятий в экономике – это ситуация, в которой никому из экономических агентов невыгодно в одностороннем порядке менять свою стратегию поведения. И вот в данном случае, что нужно сделать для того, чтобы никому невыгодно было бы с одной дороги переходить на другую? Только добиться одной ситуации, когда и по той, и по другой дороге будет одинаковое время передвижения. То есть в равновесии вот это вот время 10 плюс 1 на 50 должно равняться 40 минут. Что будет тогда в этом случае? Решаем простое уравнение. N равняется 1500. То есть половина автомобилей из 3000 в час пик будет ездить по короткой трассе. Но время у них будет по-прежнему 40 минут, как будто бы этой трассы и не было. Ну, давайте попробуем улучшить транспортную инфраструктуру и сделаем трассу вдвое шире. Что это означает? Это означает, что уменьшится вот это вот влияние пробок. Раньше было N деленное на 50, сейчас стало N деленное на 100. То есть машины не настолько сильно замедляют движение по короткой трассе. Опять-таки мы можем посчитать, что будет в равновесии. Приравняем эти два значения и получим, что теперь по короткой трассе могут ездить все. То есть N равняется 3000. Даже в час пик никому не мешает передвижение по этой короткой трассе. Но время составляет неизменные 40 минут. То есть трассы не было. Потом трасса была узкая, потом трасса стала широкая, а время неизменно. Есть еще более удивительный парадокс, который называется парадоксом Даунса-Томсона. Расширение дорог может даже ухудшить ситуацию. Расширим данный пример следующим образом. Проведем из пункта А в пункт Б еще и метро. И пускай время передвижения на метро будет 40 минус N деленное на 150, где N – опять-таки число пассажиров метро, то есть тех людей, которые будут в час пик, скажем, из тех 3000 ездить на метро. Заметим, что в любом случае метро ездит быстрее, чем вот эта вот объездная трасса. Поэтому если критерием людей является скорость передвижения, то по объездной уж точно никто не поедет. То есть нужно сравнивать именно время передвижения по короткой трассе – 10 плюс N деленное на 50 – и время передвижения на метро. Опять-таки заметим, что метро может быть эффективным, потому что если все поедут на метро, то время передвижения будет 40 минус 3000 ездить на 150 – это всего лишь за 20 минут. То есть метро построили и стало вдвое лучше, чем до его строительства. Но заметим, что если по этой короткой трассе не ездит никто, то всего лишь 10 минут составляет время передвижения по ней. И что лучше, ехать 20 минут на метро или 10 минут на машине? Большинство, наверное, решит, что на машине лучше. Ну и, соответственно, начнут пересаживаться на собственное авто. Какое будет равновесие? Снова мы должны приравнять эти два значения. И получим, что N равняется 750, а время передвижения будет 25. То есть уже дольше, чем если бы все ездили на метро. Тем не менее, именно это мы наблюдаем равновесие. Расширим дорогу в два раза. Соответственно, время передвижения по дороге станет 10 плюс N, деленное на 100. Снова найдем равновесие. И равновесие будет еще хуже, чем в предыдущем случае. Почему? Потому что люди пересаживаются на автомобиле. Метро начинает ходить реже, потому что пассажиров просто банально меньше. Еще больше стимулов пересесть на автомобиль и так далее. Вот такой вот замкнутый круг получается. И в равновесии мы получаем странную ситуацию, что N равняется 3000. Время передвижения 40 минут. А метро вообще не нужно. То есть построили. Вроде, казалось бы, оно хорошее. Но из-за поведения людей, связанного с их стимулами, мы получаем, что метро как бы и не используется при наличии вполне рациональных, но индивидуалистически настроенных экономических агентов. Еще одна проблема, что расширение старых дорог или строительство новых может ухудшить ситуацию из-за изменения трафика. Но опять-таки начнем с простого примера. Пускай два пункта, А и Б уже традиционно, связаны двумя дорогами. Северная и южная. И пускай на северной дороге возникла пробка. Что люди видят в своих навигаторах? Они видят, что северная дорога вся пестрит красным цветом, а вот южная зеленая. И все водители перенаправляются на южную дорогу. Что получается через 20 минут? На южной дороге пробка, а на северной пустота. Умное регулирование связано с тем, что нужно прогнозировать действия хотя бы на шаг вперед. Ну и, собственно, наверное, даже навигаторы вынуждены были таким образом поступать. В отличие от того, что было на заре их возникновения, вот сейчас навигаторы дают разную информацию разным водителям, чтобы вот такой вот ситуации не возникало. Ну, аналогично, агрегаторы такси иногда доплачивают водителям, чтобы они добрались до какого-то района, где в ближайшее время ожидается повышенный спрос. Ну и перейдем, собственно, к, наверное, самому важному вот в этом контексте парадоксу, парадоксу Брайса. Опять-таки, есть две дороги, северная и южная, которые соединяют пункты А и Б, но дороги неоднородные. То есть есть какие-то участки, вот участок А, Д и С, Б – это многополосные объясненные трассы. То есть они длинные, но пробок там нет. А вот участки А, С и Д, Б – это некие более короткие участки, но они с пробками. Ну и время передвижения по этим коротким участкам составляет 40х, где х – это доля машин, которые ездят, соответственно, по северной и южной дороге в час пик. Если едут все по северной дороге, их сравняется единице, то участок А, С будет занимать 40 минут. Ну, аналогично с участком Д, Б, если все поедут по южной. А вот если, например, машина распределяется пополаме, х равняется 0,5, то получится, что 40 умножить на 5 – всего 20 минут. Ну и что будет в равновесии? Участки, собственно, совершенно симметричны. Северная дорога и южная дорога, они очень похожи, просто последовательность разная. Многополосные трассы и короткая участка с пробками. И, соответственно, ровно половина поедет по северной, половина по южной и затратит при этом 65 минут. Представим, что хороший гранначальник в какой-то момент решил соединить пункты С и Д, которые находятся, скажем, на двух сторонах моста, на двух сторонах реки, вот некоторым мостом. Причем мост широкий, никаких пробок там не возникает. Ну и, соответственно, за две минуты любой человек теперь может в любом направлении переехать. Вопрос в чем? Что теперь никто не поедет ни по участку А, Д, ни по участку С, Б. Почему? Потому что по участку А, Д нужно передвигаться в течение 45 минут. Но даже если все поедут по участку А, С, этот участок займет 40 минут. 40 плюс 2 минуты по мосту. 42 минуты – это быстрее, чем 45. И все поедут по маршруту А, С, Д. Точно так же, если нужно добраться от С до Б, то большинство людей решит сначала по мосту, а потом по короткому участку, пустаясь, даже там будет пробка. В результате, если нужно добраться от А до Б, все, абсолютно все, без исключения, поедут маршрутам А, С, Д, Б и затратят на это 40 плюс 2 плюс 40 – 82 минуты, что больше, чем было до строительства моста. Заметьте, не просто кому-то станет хуже, а станет хуже всем. При этом никто в индивидуальном порядке не может улучшить эту ситуацию. Для того, чтобы что-то изменить, нужны какие-то иные механизмы. Понятно, что, наверное, взрывать мост все-таки не стоит. Можно, например, его закрыть для движения машин и сделать пешеходным. Можно более тонко. Можно сделать платный проезд по мосту. Например, для тех, кто не хочет платить, по-прежнему остаются северная и южная дорога. Как и раньше, они могут добираться за 65 минут. А те, кто спешит, он за плату едет по этому мосту и затрачивает 20 плюс 2 плюс 20 – 42 минуты. Но, правда, за достаточно большую сумму, сумму должна быть действительно большой, это не должно перенаправлять потоки машин. Это не какая-то такая вот картинка чисто теоретическая. Это вполне реальность. Это наблюдалось и в Европе, это наблюдалось и в Америке. И вот есть очень хороший пример от популяризатора математики Алексея Саватева, кого, может, кто-то даже и знает про, пример с метрогородком в городе Москва. Ну, сейчас, наверное, нет особого времени углубляться в детали. Но, кстати, могу сказать, что этот пример подробно описан в той книжке, которая буквально на днях у нас выходит совместно с Алексеем в издательстве «Аст». Некое резюме. Чем больше дорог, тем больше транспорта. Первое утверждение, которое связано с пробкой. При этом, если мы строим какую-то новую дорогу, то ее скоростные преимущества, как правило, после перенаправления потока всходят на нет буквально в течение нескольких недель, максимум месяцев. Если, конечно, наращение дорогу очень сильно, то люди станут добираться быстрее. Но даже если эта дорога помогает уменьшить пробку на некотором участке, через некоторое время пробки появятся где-то еще. Что можно еще сделать? Можно пытаться применять экономические механизмы, в том числе не связанные с улучшением инфраструктуры. Есть простой механизм, который очень любят чиновники – кардинально запретить все. Иногда это тоже, кстати, работает. Запретить въезд в центр города, сделать его пешеходной зоной, или запретить для отдельных видов транспорта, скажем, для большегрузных фур. Но можно, опять-таки, действовать более тонко. Вот, скажем, в Лондоне была введена плата за въезд в некоторые районы города, достаточно большая, больше 10 фунтов можно перевести в современные рубли. Это будет уже, наверное, под 2000 рублей. Конечно, люди очень возмущались, но, тем не менее, что мы видим сейчас? 85% населения используют хороший и недорогой общественный транспорт. При этом остальные, если кому-то нужно, критически важно, добраться, платят эти самые 11 фунтов и едут, и едут, в общем-то, добираясь буквально за 20 минут, а не за 3 часа, как раньше. Так что даже они тоже довольны. В Сингапуре иная вариация использована. Введены сертификаты на право владения автомобилем, очень дорогие, они продаются с аукционов, стоят примерно в 2-3 раза дороже, чем стоимость бюджетного авто на 10 лет выдаются. В итоге в самом богатом, наверное, городе мира, город-государство, менее 10% владеет машинами, пользуется общественным транспортом, такси, и в городе, расположенном на клочке земли, фактически нет пробок. И это, собственно, говорит о том, что экономические меры регулирования обычно лучше директивных. Ну, некоторые подробности, опять-таки, можно посмотреть в нашей книжке, которая буквально на днях выходит, которая так и называется, «Теория экономических механизмов от А до Я», ну, а также на моем канале. Подписывайтесь, как говорят видеоблогеры. Поэтому пока YouTube работает, Александр Филатов в любом поисковике можно найти. Ну, и всем, так скажем, хороших новостей в жизни и интересной науки, которая тоже в вашем случае в этом мире должна присутствовать.